Наталья Владимировна Голичева, инвалид второй группы. Проживает женщина одна на окраине города. Мобильный телефон есть, но связь, впрочем, как и везде, имеет сбои. Поэтому тревожная кнопка – жизненная необходимость. Я очень рада, конечно, буду в безопасности теперь. Живу на окраине. Мало ли что может случиться. Экстренная помощь всегда нужна. Большое спасибо, я очень довольна. Внешний аппарат, тревожная кнопка не отличается от обычного мобильного телефона. Здесь есть все привычные функции сотового, но, кроме того, есть и необычные. Нажатие на яркую кнопку с обратной стороны устройства незамедлительно свяжет с абонентом экстренной службы. Одновременно тревожные смс-сообщения автоматически поступят еще на четыре номера, которые входят в блок СОС. Вызов пойдет 112, а этим абонентам придет смс-ка. Какая-то абонент, какой-то требуется. Срочная помощь неотложная. Смс-ка рассылка пойдет. Это адресная материальная помощь, предусмотренная нашим местным федеральным законом. Полагается она инвалидам первой-второй группы, либо гражданам пенсионного возраста, состоящим на надобном обслуживании. Приходит определенная квота, то есть мы опрашиваем наших получателей услуг, кому нужно. Тревожная кнопка эффективна в случае, когда счет идет на секунды и может спасти человеческую жизнь. Как получить телефон-спасатель и кто может воспользоваться этой социальной услугой, подробности можно узнать по телефону 3 40 46. Анна Ширкова, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.